МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Площадка для оперативных решений. В Чебоксарах открылся контактный центр крупного банка. Герой нашего времени в столице республики установили бюст участнику военных действий в Чечне Игорю Петрикову. Специальность милосердия. Социальные работники республики отметили профессиональный праздник. В Чебоксарах открылся памятник герою России Игорю Петрикову. Бюст участника военных действий в Чеченской республике открыли в сквере его имени в микрорайоне университетский. Игорь Петриков – потомственный офицер. Его прадед стал в Первую мировую войну полным георгиевским кавалером. Вместе с отцом, кадровым военным, семья много переезжала. Игорь окончил Суворовское училище в Свердловске, военное в Алма-Ате. Служил в Германии в Оренбургской области. В 1995 году прибыл в Чечню. Не раз подготовленная и обученная Петриковым группа выходила из окружения. Успешно отражала атаки противника. Но в марте, во время взятия села Шали, одна рота попала в засаду. Игорь заменил раненого командира, и под его руководством бойцы прорвались к своим. К сожалению, сам Петриков в этой атаке погиб. Защищая конституционный строй Российской Федерации, служа честно Отечеству, Игорь совершил подвиг. Совершил, выполняя не только воинский долг, а вообще гражданский долг. Сегодня в Чебоксарах живут родители Игоря Петрикова, но не только они хранят память о герое. В Чевашии знают о подвиге храброго начальника штаба мотострелкового батальона, сохранившего жизни молодых бойцов ценой своей собственной. Спасибо вам всем. Низкий поклон моим лейтенатам. Этот памятник, он олицетворяет в лице моего сына всех солдат, которые погибли в горячую точку. Спасибо вам. Автор памятника и известный в Чевашии скульптор Владимир Нагорнов. Помощь в создании оказал депутат госсовета Чевашия Николай Угаслов. Елена Гальперина, Анастасия Лангина, Рассель Мухаммедов, Республика. Гимн России. Сегодня хором исполнили жители поселка Кугесе. В преддверии Дня России здесь прошел флешмоб под названием «Россия – священная наша держава». Подробности в следующем материале. Флешмоб, посвященный Дню России, в поселке Кугесе, проводят не в первый раз. Вот и сегодня у Центрального дома культуры собрались десятки жителей. Изюминка нынешнего – большое сердце, в форме которого участники выстроились вокруг российского триколора. Это символ единения и любви к своей родине. Я люблю свою страну, я горжу своей родиной. В большой концертной программе продемонстрировали свое творчество юные танцоры и исполнители песен. А задаю за облако белым, Робко прячется радуги край. Но самая по-настоящему дорогая для всех россиян песня посвящена нашей великой родине. И прославляет ее бескрайние просторы и великую героическую многонациональную историю. Это, конечно же, гимн Российской Федерации. После такого исполнения не выучить наизусть и не полюбить слова и гимны родной страны просто невозможно. В этом единодушны практически все участники патриотического мероприятия. Слова, которые написаны в гимне, люди, когда их исполняют, читаем, мы это одно. Когда мы исполняем все вместе, это вызывает некое такое содружество, что ли, я не знаю. Это мурашки по коже бегают, когда все вместе исполняют те слова, которые написаны в гимне. Это еще раз подтверждает, что мы сильные державы. Гимн Российской Федерации вместе со всеми участниками исполнил и заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов. Невозможно каким-то одним словом сказать, что это, что стоит за этим. И тот заряд бодрости, патриотизма, который был получен лично мною, моими коллегами, конечно, он дорогого стоит. Именно вот так, сплотившись плечом к плечу, находясь рядом с молодым подрастающим поколением, находясь рядом с нами, с нашими ветеранами, мы создаем и понимаем все величие нашей великой истории. История России, история нашей Чувашской Республики. И, конечно, еще раз хочу сказать, не объять одним словом, одним выражением все те ощущения, все те эмоции, которые несет в себе этот праздник День России. Есть такая профессия – помогать людям. В эти дни свой праздник отмечают социальные работники. Сегодня их поздравил глава Чувашей Михаил Игнатьев. В 1701 году Петр Великий подписал указ о создании богоделин для престарелых, нищих и больных. Подобные заведения открывались при церквях при поддержке государства. Для работы в этих учреждениях оказание помощи престарелым и больным нанимали лекарей. Только в 90-е годы прошлого века появилась профессия социального работника. Сейчас они помогают пенсионерам, малообеспеченным семьям, инвалидам и людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. У нас тоже социально ориентированный бюджет. Мы очень много спорим, какие направления оставлять, какие направления скорректировать. Но мы всегда уважительно относились к нашим ветеранам, к нашим льготникам, к нашим малообеспеченным семьям, малообеспеченным детям, которые проживают в тех или иных семьях. И нам удается это все делать честно, открыто, прозрачно и ответственно. Эта планка высокая, и эту планку нам надо держать. Сегодня у них праздник, но завтра, несмотря на субботу, они будут на работе. Чаще, чем должностными инструкциями, соцработники пользуются принципом древнеримского философа Цицерона. Наш особый долг заключается в том, что если кто-то нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому человеку. Основная задача нашей организации – социальная защита ветеранов боевых действий, инвалидов, поддержка семей погибших защитников Отечества. Я сам участник боевых действий в Афганистане. Среди моих сослуживцев, которые вернулись с той войны, много израненных ребят, много инвалидов. И мы собрались 17 лет назад, чтобы помогать друг другу, совместно решать наши наболевшие вопросы, поддерживать друг друга в любой ситуации. Соцработникам в праздник хочется пожелать как можно меньше работы. Только вот, скорее всего, они всегда будут востребованными. Ольга Пырочкина, Алена Алтухова, Игорь Зверев. Республика. Сегодня в Чебоксарах открылся контактный центр крупного банка. Его специалисты будут обслуживать клиентов со всех регионов страны. С возможностями колл-центра познакомился и глава республики Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. Создаются новые рабочие места. Мы ежегодно вводим новые производства, новые сервис-центры. Порядка 100 человек на стартовом этапе, но уже к концу года сюда планируют трудоустроить более 500 работников. Новый контактный центр для Чувашии – значимый инвестиционный проект. Банки делают ставку на молодых людей, на практику сюда принимают и студентов. Студенты, бывшие работники банка Чебоксара и научно-чебоксар. Но работа в этом центре привлекает не только местных жителей. Илья Сулоев приехал в Чебоксар из города Иваново. Чебоксар – достаточно замечательный город. От «Газпромбанка» приступило предложение поучаствовать в открытии данного подразделения. Меня, собственно, заинтересовала та масштабность, амбициозность задачи, которая передо мной стояла. Достаточно доступное жилье. Здесь в этом отношении все приемлемо. Будущих специалистов готовы обучать на месте. Для кандидатов на эту работу в банке даже разработали образовательные программы. Сейчас его сотрудники консультируют по телефону клиентов и продвигают новые услуги. Но в перспективе колл-центр станет многофункциональным. Вообще, отмечают представители банка, открыть новую площадку именно в столице республики решили не случайно. Здесь есть люди, которые готовы работать, которые заинтересованы. Во всей территории от Камчатки до Калининграда будет контактный центр Чебоксара, обслуживая всех клиентов «Газпромбанка», не только физических лиц, но и юридических лиц. Около 30 миллиардов рублей практически «Газпромбанк». Он уже оформлял соответствующие кредитные линии для крупного бизнеса, для среднего бизнеса и для тех людей, которые занимаются малым бизнесом, и для физических лиц. А то, что контакт-центр, то, что рабочие места – это дополнительные налоги. Полагаю, что несколько миллионов рублей на этом этапе даже будут уже в доходной части бюджета республики учитываться. Банковский сектор видит в республике надежного партнера. Буквально год назад в Чебоксарах открылся и крупный сервисный центр ВТБ-24. ВТБ-24 уже работает в круглосуточном режиме, полтора тысячи рабочих мест. Мы открытый регион, у нас нет никаких секретов. И мы честно подходим к оценке любых предложений. У нас на рынке, на потребительском рынке оказание банковских услуг создана открытая, конкурентная, прозрачная среда. И такой политики республика будет придерживаться и впредь. Банки готовы оказать поддержку инвестиционным проектам. Перспективы сотрудничества глава региона и первый вице-президент Газпромбанка обсудили на рабочей встрече. Это предложение, которое могли бы помочь сэкономить участие бюджету, а с другой стороны могли бы оказать некие расчетные функции для жителей региона. Вопрос транспортных решений на базе пластиковых карт. Предложение банкиров рассмотрят в ближайшее время. Медрик Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чебоксарах накануне можно было наблюдать скопление бронированной техники и вооруженных сотрудников правоохранительных органов. Что это было, расскажут наши коллеги из пресс-службы МВД. Оперативный штаб Чувашской республики Национального антитеррористического комитета провел завершающий этап широкомасштабного антитеррористического учения. Согласно замыслу, группа террористов заминировала несколько мест массового пребывания людей, а также захватила заложников на одном из промышленных объектов города. В сложившейся обстановке оперативным штабом было принято решение об условном проведении контртеррористической операции и введении в городе особого правового режима. Были приняты незамедлительные меры по обеспечению безопасности населения. Спланирован и реализован комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и обезвреживанию вооруженных преступников с привлечением специальной техники вооружения. В ходе учения отрабатывались вопросы взаимодействия правоохранительных органов и органов государственной власти республики, различных экстренных служб. Для решения отдельных задач были задействованы возможности беспилотного летательного аппарата ФСБ России и специального технического комплекса МВД. Считая, что цели тактики специального учения достигнуты, личный состав действовал уверенно, профессионально, показал хорошую выучку. В вузах республики в разгаре летняя сессия. У каждого студента свой способ подготовки к экзаменам и зачетам. Одни зубря, другие пишут шпаргалки, третьи кладут в обувь пятаки. Собственно, на этом список законных методов исчерпывается. Есть еще незаконный. Получение отметки за деньги. Он называется взятка. По этой статье возбуждено уголовное дело на преподавателя одного из вузов и его брата. Следственным отделом по Московскому району города Чебоксара Следственного комитета возбуждены уголовные дела в отношении 29-летнего преподавателя одного из местных вузов и его 25-летнего брата. Они подозреваются в покушении на получение взятки и в покушении на посредничество во взяточничестве соответственно. По версии следствия, вечером 6 июня в Чебоксарах младший брат преподавателя вуза получил 25,5 тысяч рублей для передачи последнему в качестве взятки за проставление зачета по преподаваемой им учебной дисциплине без фактической его сдачи. После получения незаконного денежного вознаграждения действия подозреваемых были пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по городу Чебоксары и следователями Следственного комитета. В настоящее время злоумышленники задержаны по ходатайству следователя судом в отношении них избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Уголовные дела соединены в одно производство. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Чувашская земля вновь готовится принять сильнейших представителей российской легкой атлетики. До старта чемпионата страны, который пройдет в Чебоксарах, осталось 10 дней. В проведении таких крупных соревнований важная роль отводится волонтерам. Желающих выступить в этой роли оказалось немало. Оргсобрание помогло выявить лучших. За последние 10 дней в волонтерский центр города Чебоксары поступило 156 заявок от ребят и девушек, готовых с 20 по 23 июня полностью посвятить себя предолимпийскому чемпионату России по легкой атлетике. С кем-то из собравшихся организаторы уже встречались. С кем-то только познакомились. Я считаю, что самый важный волонтерство – это мобильность. Потому что волонтер должен везде успевать, всем помочь, и ему это должно нравиться самому себе. Мы должны будем направлять весь поток людей по секторам, указывать, кто где сидит, объяснять, как туда пройти. В то же время, чтобы не было какой-то толкучки. На организационном собрании всем присутствующим в деталях рассказали о специфике волонтерской деятельности. Работа будет проходить по пяти функциональным направлениям. Со зрителями в пресс-центре, билетная программа, размещение и транспорт. Презентовали им чемпионат, рассказали о направлениях, ответили на их вопросы, которые возникают в личной беседе, переписке в социальных сетях. Мы сегодня постарались ответить на их вопросы. Сейчас кураторы по всем направлениям, так называемые тим-лидеры, они, собственно, готовят ту команду, с которой они будут работать. Из общего количества желающих в волонтерскую команду отобрано 70 человек. Именно им выпало право принять участие в организации проведения чемпионата России. Основных отборочных соревнований перед Олимпиадой в Рио. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова